Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Сидмэр Сивилизейшн 6 за Горго. Ну, греков-то будем считать за Спарту. Всё-таки у нас столица Спарта и так далее. С определённым челленджем, но не буду опять его объяснять по второму разу. Поэтому лучше, если вы случайно наткнулись на это видео и не смотрите продолжение, пойти к первой серии, ссылка есть в описании, в прикреплённом комментарии. Идите, смотрите, я там всё объясняю. Более того, там ещё и сейв первого хода этой игры приложен, сможете поиграть вместе со мной. Ну, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ещё напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. Так, продолжим. Был перерывчик небольшой, и я подумал, а не попытаться ли нам, ребята, выиграть... Ну, не выиграть, а просто попытаться религии победить. У нас есть Канди, которая даёт реликвии за нахождение чудо-природы. А у нас, собственно, чудо-природы пока только одно найдено. То есть, по идее, да, вот этот источник вечной молодости. То есть, не дать русскому это забрать. Кроме того, я бы всё-таки у немца отбил Ереван. Ереван позволяет апостолам брать любые прокачки. О, Натал, Натал в осаде, тут две клетки всего. Наверное, какой-то один юнит тут или тут стоит, и это уже осада. Так. Надо понять, конечно, исследовать побольше территории, понять, как тут Пангей. Но мы находимся в самом центре, и мне кажется, что в этом наш плюс. Мне надо попробовать обратить Бразилию и инков, которые вообще без религии. У кого вообще у нас религии? Ну, понятно, у русского. Вьетнам, Россия. У ацтеков, считайте, уже нету. Вьетнам, Россия. Япония, Вавилон. Ну, Аравия, считайте, тоже без религии. То есть, вот эти два, и они будут из центра на всех действовать. Тут вопрос, конечно, какие укрепления взять. Я думаю, что мне сейчас надо... Ну, если я хочу попробовать так побеждать, то, наверное, надо уже укреплять религию на... Что мне поможет... Что мне может помочь её распространять? Так, а у меня же сейчас теократия взята, да? Нет, олигархия. Стоп, а я в теократию вообще иду? Иду через гильдии в теократию. Давайте мы, наверное, уже одного апостола купим. Посмотреть, что там в укреплениях-то осталось вообще в религиях. Ну, и решить, пойдём ли мы туда. Тут у меня инквизитор бежал в Аскопоцалько всё убрать. Так, ну чё, пойдём на Кагуану. Денюжков нету. Минус пять за оккупированные начальность. Ну, дипломатия тут тяжеловато ещё с оккупированной столицей. Всё-таки... Всё-таки... Так, ну давайте... Наверное, так выдвинусь. У нас, собственно, мы апаем гоплиты, и один бонус у нас начинает пропадать. Ну, потому что всё-таки пикинёры сильнее, чем два гоплита рядом. Акрополь надо ещё не забыть. Ну, дополнительная универсальная ячейка будет работать всегда, и плюс один к боевой мощи тоже всегда. Ну, то есть мне надо теологию будет принять, потому что здесь... Три. Тут я больше смогу красных карточек поставить. Пока работаем так. И у меня соседство священного места и кампуса действует. Содержание юнитов, довольство и скидка на улучшение юнитов. Давайте как-то вот так подходить. А, подождите, я же не в войне с Кагуаной сейчас, да? Я не могу ему... Я забыл, что я не могу пока объявить пять ходов в войну. Так что просто спокойно подходим, как хотим. Что-то оленей пообрабатываем. Тут территории исследуем. Хочется найти какое-нибудь чудо природы, пока у нас Канди есть, чтобы больше реликвий. Ещё же Канди увеличивает в два раза выхлоп. Подожди, даёт четыре, а пишет шесть. Подожди, так в два раза или на пятьдесят процентов? А, на пятьдесят процентов. То есть в полтора раза увеличивает. Не знаю, мне кажется, не должен русский забрать Канди, но надо посматривать. Если у него будет получаться, надо всё-таки пойти ему по сусалам тут надавать. Я не хочу, чтобы он Канди забирал. Кагуану... Ну, блин, ещё буду успеть Кагуану забрать, правда, при этом. Тоже проблемки. Надо уже помнить, что мне, в принципе, соседство юнитов не особо требуется. Не забывать об этом. Ну да, давайте, наверное, оленей. Обработаем. Серьёзно, он пришёл обращать одним миссионерам. Так, тут я помню, шёл убирать весь этот камень. Три заряда. А этим тогда мы что сделаем? Оленей пойдём обработаем. Пока. Так, там у нас плавает варварский... Варварская трилема, я помню об этом. Тут... Тут у нас кампус, кстати, вот здесь прикольный будет. Я тоже помню об этом на плюс 4. Так что тут, наверное... Хорошо, какие тут другие районы ещё можно поставить? Плюс один, плюс один, плюс один. Что с акведуком? Ммм, может сюда акведук? Гавань я, скорее всего, где-нибудь здесь поставлю. То есть тут акведук, тут промышленную зону. Ну тогда давайте здесь рудник. Какой-нибудь он будет сейчас своими апостолами на меня нападать здесь? Я ставлю на то, что будет. Я хоть и этим... Так, подождите, а сколько у нас осталось? Здесь 8 ходов, и у меня тут... Да, но надо не забывать, что я получаю, значит, очки за обращение городов. Как раз. Один я точно сейчас обращу, вот эта Аскопоцалька. Мне кажется, я должен в Золотой век выйти. Есть дополнительный караван. Монумент, древние стены, Петр, тут одна клетка, блин. Дворец Потала. Ну, давайте, наверное, караван построим. Так, а оказание помощи... Да, блин, ну как я тут дипломатически могу выиграть? Я даже не буду обращать внимания на оказание помощи. Или акведук пока. Не, ну блин, мне кажется, когда я смогу строить промышленную зону, тогда имеет смысл акведук. Так что давайте, торговца. Так, тут у нас висит в Конгрессе 50%... 100% к созданию зданий в кампусах, поэтому это все надо точно строить. Так, а у нас кампуса в Малиналька есть, в Аргасе есть, в Афинах... Блин, надо, наверное, все-таки в Афинах раньше кампус построить. Пока висит 9 ходов, резолюция висит. Черт. А кампус я решил все-таки сюда ставить. Что следующим ходом надо будет купить эту клетку, прежде чем вырубать камень. Ну, пока у нас есть вот это... Плюс 100% желательно все эти здания, в общем-то... Так, давайте тут на производство раз... Еда, производство... Производство... Еда, производство... Еда, производство... Еда, производство... Еда, производство... Еда, производство... Сделаю... Гельгамеш... О! Кайф! Вот это кстати здорово... Чтобы он от Канди отвлекся... Так, а тут я куда иду? Тебе, я книга печатания не открою. Просто ускорено было. Так, ну я думаю, что надо массовое производство. Это я не ускорю. А, нет, давайте вообще навигацию по звездам. Гавань открою. Надо так юниты расставить, чтобы сразу, как только можно будет, сразу со всех сторон врываться. Можно апнуть, но мне нужны деньги на покупку клетки пока. Надо валим пока отсюда. Так, укрепляем. Это проповедовать верование. Смотрим, что есть именно на распространение. Кампусы. Первый пошел в каждом городе. Где этот город впервые переходит? Ну, такое. Деньги, культура. Построенные города сразу нет. Писание сильнее распространяет. Крестовый поход. К лечению. Ага. И проблема в том, что я либо это, либо это могу выбрать. Я вот не помню, что сильнее должно влиять. Мне кажется, странствующие проповедники сильнее, потому что, ну, складывается, соответственно. Так, ну, я думаю, что, наверное, надо бы еще одного апостола, чтобы до конца уже это проверить. Так, из спарты в куску. Не, мне надо вот тут дорогу провести. Наверное, из... Из Аскопацалька надо отправить будет. Чтобы вот тут дорога была соединена, наши все города. О! Метеорит нашел. Сейчас получим рыцаря. Сыка, не проатаковал. Я думаю, это потому, что там война с русским началась. Думают, ну, нафиг. Иудеи с православными. И мы вот такие, нету ныне. Так, ну, теперь можно будет, наверное, караванчик на деньги построить. Рынок завершил. О, нету кампусов в Тяночь-Тетлане. А че так? Ну, я бы сделал. Блин, только не очень хочется рядом с вулканом. Может, это лучше... Блин, да, и промышленная зона рядом с вулканом. Можно Акведук. Тут промышленную зону. Может... Может, здесь как-нибудь правительственную организовать. Вот сюда такая промышленная зона, кампус. И тут еще два каких-нибудь. Блин, или лучше храм... Ну, блин, пока вот это есть на кампус, эти пять ходов. А у нас еще висит девять, да? Нет, восемь он уже действует. Лучше быстрее все кампусы построить. То есть, я даже вас Капацалька бы пере... Блин, тут восемь ходов кампус. Ну, все равно начнем. Те, значит, Тетлане... Наверное, я сюда бы поставил. Так, дальше... В Афинах я сейчас вырубать буду, поэтому... Сюда же я хотел, да? Да, значит, сюда покупаем клетку. Вот, ставим кампус. И убираем камешки. Тут уберу. Да, может, конечно, правильнее было священные места делать. Если я решил попробовать верой победить. Так, еще я апостола купил, да? Четыре хода. Блин, все-таки решил проатаковать. Ну, ладно, тут все равно ничего не было распространено. Напоминаю, что с первыми десятью цивилизациями я встреченными не торгую. О, Инг меня сам осудил. И постоянно их осуждаю. Вот сейчас, видите, ушло осуждение с Бразилии и Геликамеша. Я должен их опять осудить. Вот первое, кому я не обязан это делать, это Япония, но он меня сам осудил. Правда, я с ним торговлей занимаюсь. Какие-то там ресы торгую. Давайте проверим, может, еще что есть. Нет, это у нас все есть уже. То есть я не встретил еще четыре цивилизации только. Серьезно? Блин, я ему сейчас... Зря, короче, я мирился с ним. Надо до конца было в войне. Ну, мне главное, чтобы города росли. Я прям вот сейчас, когда... Кагуане, я и Ацтеку объявлю войну, чтобы он мне эти... Господи, а почему опять? А, потому что Малиналька священный город, по-моему, да? Поэтому он сейчас начал сильно влиять на всех вокруг. Так, давайте укрепляем религию окончательно. Ну, тут вообще ничего, на веру нету. Ну, я бы сейчас на науку взял. Культуру я с войны получаю. Да, плюс еще и Акрополь должен... Когда-нибудь я их построю. Дальше церковная десицина. Ну, десицина, ну, десицина, десицина, деньги. Три золота за каждый город. А давайте церковную десятину. Она позволит все-таки быстрее строить. Так, разъяснили. Теперь я хочу опять инквизиторов приобрести. Так, здесь отправляем караван в столицу. Малиналька больше дает, но мне надо дорогу здесь провести. Чтобы хоть как-то нормально бегать можно было. Так, тут все понятно. Рыцаря. Где он? Вот он. А мне дали за то, что я железо... А, железо еще раньше на латниках использовал. Так, ну поскакали. Тгдымский конь у нас теперь есть. Мы такие, тгдым, тгдым. Собрали. Рынок завершен. Но тут нету жителей для кампуса. Поэтому давайте просто торговца. Промышленная зона в Малиналька. Мастерская. Киево кисевание. Тут недостаточно жилья. Но у нас тут и на, собственно, все на производство и стоит. Мне кажется, тяжеловато религии будет. Ну, серьезно. Это какой-то этот. Так, гавань открыл. Гильдии. Бонус и средства для промышленной зоны, она у нас одна. Центр коммерции тоже не особо. Не хочу ничего менять. Содержание юнитов. Довольство. Ну и апать мне юниты тоже надо. Меня пока все устраивает. Так, я могу вообще инквизиторами атаковать миссионеров. Но мне важнее аскопоцалька обратить. Вот видите, получил два очка. Сколько у нас ходов? Пять осталось. Запретка. Курили банковское дело. Здесь в производство. Так, Спарта торговец. Монумент. Водяная мельница. Так. Внутренний торговый путь. Я думаю, где инцувер. Просто, смотри, может мне какой-нибудь... Блин, Колизей бы еще построить. Ну, для этого развлекательный комплекс нужен. Мон Сен-Мишель. Все апостолы получают мученик. Очень интересно. Ну, 10 ходов... 10 ходов долговато. Мне вот здесь еще какую дорогу... А, у меня из Эфеса, кстати, нифига не бьем. Мне из Эфеса надо отправить караван будет. Ну, я как раз тут строю. Подожди, так я в Спарте сейчас закончил. Вот я вот этот караван... Из Эфеса, пожалуй... Подожди. Стоп. В Эфесе у нас не хватает же. Нет, давайте из Спарты в Эфес. Чтоб Спарта быстрее росла. Вот так сделаем. Средневековые ярмарки заодно ускорили. Зашибись-ка. На расстроителя. Я, пожалуй, Пингалу пока буду дальше прокачивать. Но, вообще, мне правительственную площадь еще надо построить. А то у меня губеры как-то вообще не работают пока что. Так, улучшаем этого парня. Так, давайте думать. Этот сюда входит. Сюда. Ну, сильнее. Латники или пикинеры? Абсолютно одинаково. Но пикинеры прокачаны. Там, сюда, 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 сюда. Кто-то еще тут... Но мы не сможем Кагуану, кстати, в осаду взять. Что-нибудь тут? В морской еще клетка. Там не может быть зоны контроля. Блин, мне хочется тут каких-нибудь юнитов оставить. Я все равно какого-то гоблита не апну, чтобы вот этих ребят всех просто замочить. Этот индуист, блин, одним городом наклепал. Или они у него были где-то там, он их решил сюда привезти. Дурачок. Индуист-дурачок. Так, мы тут все собрали. Блин. Какой кампус нафиг? Библиотеку. Вообще тут Магнус сидит. Может, лучше стоило этого оленя собирать? А не вот это вот все. Так, тут все в кампусе отстроено. Акведук, водяная мельница, рост есть. И еды тут мало. Наверное, стоит строителей что-то тут пообрабатывать, чтобы еду добавить. Рынок. Задание Мехико выполнили. А ты где вообще? Ага. И у нас два осла. Ну, мы пока Канди с узирением. Ну что, ты отстанешь от Канди? Пойдешь с шумером воевать? Ой, такого ввел он 191 мощь. Так, блин, и у русского 180. Два колейки воюют. Смех на дроте. Смех уроте. Смех на дроте. Это все белорусские поговорки, придуманные жевжиками. Антона Нарива объявил войну России. Так я представляю себе в современном мире, как Мадагаскар объявляет войну России. Не, он хочет убиться. Ну, смотрите, все, нет уже юнитов русского. Блин. Ну, это, конечно, прикол. Не могу. Я думал, сейчас я ему смогу объявлять войну. А он, видите, я ему должен пообещать, что просто идут мимо. Из-за того, что у нас 8 ходов всего прошло. Но это прикол. Это подстава, вообще-то, от игры. Ну, фиг ли, пора такое тут полечить смогу всегда. Так, апнем. У всех один уровень. Один первый уровень, в смысле. О, мушкетеры в Кагуане. Ну, все равно должно пробиваться. У них этих мушкетеров-то немного. Ну, мне кажется, Кагуану надо брать. Очень-очень хорошо город стоит просто. Кстати, а давайте мы в Спарте... Нет, не в Спарте. В Малиналька, как мастерскую достроим, построим посела. И вот сюда я его бахну. Как раз место еще остается. Блин, под Вологду, правда. Блин, что-то Вологда выросла не очень в тему. Блин. Что-то мне это не нравится. Ну, тут, наверное, можно убрать. Хотя тут равнины всего лишь. Были бы холмы, можно было бы вырубить тропический лес. Пять ходов до десяти жителей. К веду к два хода. Монумент, древние стены, водяная мельница. Блин, что-то странно, что ли. Ну, давайте, может, банк. Пока. Немножко странно это, конечно. Зачем мне банк? Уже иногда мне в комментариях спрашивают. Ну, с другой стороны, тут и строить... Нет, еще, почему я банк не строю? Ну, как бы... Обычно есть что строить. Наверное, стоит селитру открыть. Сколько ходов? Четыре, и у меня два очка. Я использовал... Я лошадей не использовал еще. Вот, одну очко можно взять. Что по великим людям? Может, кого-то купить? Могу, кстати, полководца купить. Античности и Средневековья. Плюс пять. В Шотландии ее пропустила Баудику. Так, давайте мы как раз лошадь в Спарте построим опять мимо банк. И у нас будет... Тут обращ... Ну, дают два очка эпохи за первый раз обращение города. Малиналька уже был обращен один раз, поэтому, когда я его обращу обратно, он не даст два очка. Поэтому... Жить в мире с соседями мудро. Радост нашли, что великие мира предвещают нашу империю вашей. Аравия Кардив захватила. Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука. Чего еще желать? Желаю... Желаю... Корюшку. И пошла калинка-малинка на фоне. Так, давайте глянем, что у нас селитра. Селитра есть. Даже уже добывается. И, возможно, где-то еще рядом. Я пока не бросаю идеи. Религии попробовать победить. Просто параллельно все остальное надо тоже, чтобы хорошо было. Миссионеры не могут атаковать инквизиторов. Миссионеры только защищаться могут. Поэтому я... Наверное, не боюсь, что он там тремя может меня убить. Еее. Так, и отстойку я могу войну объявить, да? Все, может пока не объявлять. Но в любом случае к игуане я войну объявляю. Все, вход закончился. Продолжение следует. Так, ну мне Видится, что Кагуана должна взяться По-моему, он следующие стены Не строит И я за следующий ход должен эти все стены снять Наверное Хочется верить Так, надо ли мне все-таки строить Посила? Я вот теперь подумал, что раз тут Вологда Так разрослась, то, наверное Без посила все-таки Стены нет Так, всадник мы там Построим Вот жалко, что когда Меняют религию нельзя еще И здание чужой религии построить Плакопан вообще сам по лояльности Отваливается Ацтека скоро не должно быть вообще Я сейчас еще к Кагуану, когда захвачу, еще больше буду влиять Кстати, пикинеры Походу меньше теряют Хотя они примерно так же Думал, что меньше латников теряют силы Универ Так, тут бы крабиков Блин, но они в четвертом радиусе, правда А, давайте поплаваем, посмотрим, что тут Оп Извините, что помешало вам Деньги в трусы прятать Давайте-ка мы тут уберем Золоченность Вот эту все Так, 11 ходов до роста Мне надо тут, наоборот, как-то на рост И надо Фермы, да Будет поступить Давайте, наверное, водяную мельницу Чтобы город хоть как-то рос Дальше Две галеры Колосс позволяет строить Вообще, давайте, да Пойдем просто в массовое производство Пока вот так Тут все ускорять просто нечем Так, сейчас всадника построят Еще одну очко Ну и, видимо, тут и великого Так, Тамерлан Тамерлан А, вот, возрождение вышло И всадника Все, я уже получил все очки Так Блин, может мне пока не принимать теократию Это что же очки даст? Говорит, два хода потерпеть Ну, все, стен нету в Кагуане Отхожу, чтобы город не обстреливал А, стоп Так, город же не может обстреливать Стен же нету Так В Эфес я отправил Аргос тоже есть дорога Он, наверное, на золото тогда Куда нам На деньги выгоднее всего Эфес Вы знаете, есть определенный Глюк Почему-то не показывает Вот здесь Где доступные пути Не показывает пути Из столиц Я уже не первую игру Это замечаю Показывает В Города государства Хотя нет Показывает Сепар А, ну давайте Из Эфеса В Куско Нам тут тоже дороги нужны Чтобы быстрее Миссионеров водить Видите, тут уже Сама религия Начинает Распространяться Давайте уже Акведук Два хода Потом на один ход Отложим Так, я не смогу Открытые границы Это, наверное, тогда сюда Куда-нибудь коня Вот не показывает Какое Ну, Малиналька Священная Священный город Индуизма Поэтому, когда его Обратили Он так резко Стал на Города вокруг Влиять Так, убиваем Миссионера Минус 250 К индуизму Отлично И плюс Нет уныния Нет уныния Редук тут в одном Месте строится Ну, вот здесь, наверное Можно и банк Построить В итоге Пока стоим Стоим Тут фирмы Надо Так, а где у нас В Аргасе Может быть Производственная Площадь Или Наверное Центр коммерции Надо будет Ставить А давайте Вот здесь Ферму Тут надо Ферму Но пока Нету денег Выкупить Кли А давайте Сюда-то Пойду Махенджи Махенджи Открою Открою Средневековые Ярмарки Начнется Не, подожди Там Да, начнется Путаю Постоянно с этими Таймерами Два Да, два Ход Через два Хода Новая эпоха Должна быть Здесь Здесь Махенджи Махенджи Райончик Тут Тут Тоже Не дотягиваюсь Что, давайте Со священки Начну Боевой мощи Нерелигиозным Юнитом Против войск Иноверцев Интересно А будет Это считаться В Кагуане Давайте Наверное Поставлю Вместо Скидки Просто Интересно Будет Ли Это В Кагуане Работать Да Работает Религиозные Войны Плюс Четыре Потому что Кагуана К индуизму Относится Альгамбра Дворец Потала Ой Плюс Три Боже Как мне тут Нравится Как культуру Наваливают Просто При игре За Горго Здоровье Восстановить И Следующим Ходом Будем Кагуану Мне кажется Захватывать Вы Знаете Я бы Разграбил Театрал Ну Вообще Знаете Для чего Я не уверен Ну То есть Я когда захвачу Кагуану Она превратится В Акрополь И Мне Засчитают Четыре очка За Акрополь Но Я бы Честно говоря Не хотел Этого Я вот Не помню Если я ее Разграблю Будет считаться Она построенной Или разграбленной По-моему Должна Быть считаться Разграбленной Так что Давайте А с другой стороны Сейчас средневековые Ярмарки Ладно Давайте Мне это Можно и Следующим Ходом Сделать Не хочу Средневековые Ярмарки Следующим Ходом Открывать Да Там Как стоял Стояла Галера Варварская Так и Стоит Почему-то Видите Необходимо Соседство В городе Принадлежащему Вам Вот Вакапан Уже прям Показывает Как он Отваливается Минус Два Ну это Ж единственный Город От стека Я надеюсь И больше Он не поставил Да От стека Скоро Не будет Блин Я не могу Тут фермы Строить Черт Видимо Надо лес Вырубать И ставить Фермы Потому что Ну Блин У меня и так Тут дофига Производства Зачем мне Этот лес Так Из Эфеса Вкуска Что-то Я не посмотрел Как будет Путь идти Я надеюсь Что вот Как-то так Инг До сих пор С этими Поселенцами Которые У него Еще С того момента Как я Перекрыл Проход Попробую Может Рабочего Поймать Так Семь ходов Растет Потихоньку Жилье Тут достаточно Я не думаю Я не думаю Что нам Нужен Тут Так Ведук Торговца Давайте Здесь Универ Ну Пока У нас Два Хода Действует Увеличение 100% Для строительства Для строительства У него Только Как я Скажу Раба Рабы Осудить Опять Он меня В ответ Осудил Очень здорово Что они Все Меня Стали Осуждать Так Я надеюсь Что кто-то Из них Все-таки Объявит Мне Войну И будет Нападать На меня Потому что Идея Именно В этом Внеочередная Сессия Так Это не про Меня Видимо Голосование Раз Два Три Четыре Да И Начинается Эпоха Возрождения Зашибись Там Кто-то Против Вавилона Кстати Чтобы У него Город Государство Отжать Обратно Золот Много Много И Купить И Разнести Поэтому Мне кажется Надо Либо Монументальность Либо Реформу Брать Но Монументальность Подразумевается Что я буду За веру Покупать Рабочих Поэтому Остается Только Реформа Денежного Обращения Получается Так Заодно Ограбить Их Нельзя Отведем Рыцаря Потому Что Несмотря То Что Рыцаря 56 Подожди А почему Нету Штрафа За Атаку Города Вообще У пикинеров Тоже 56 Ладно Давайте Пока Рыцарем Проатакуем Так Тут Стоим Ждем Обоими Юнитами Дальше Из Аргаса Наверное Тоже Куда Нибудь К Инку Дорога Хорошо Проведется Так Ну тут Потихоньку Надо Вот Две Гавани Я вряд ли Сделаю Поэтому Пожалуй Картографию Откроем Так Тут Инквизитор Должен Вылечиться Пока С другой С другой Стороны Мне бы Сначала Две Три Ремы Построить Правда Вряд ли Они смогут Куда Ни Выплатить Эти Каравеллы Прямо Скажем Кого Взять Может Мокшу Чтобы Он Влиял В Афины Посадить Да Или Варгас Мне кажется Лучше В Афины Чтоб Посильнее Тут Влиял Слушайте А что там У Мокши Вообще Какие Повышения Еще Плюс Здесь К силе Тело И на клетках Города Все Губернатора Полностью Исцеляется Город Игнорирует Влияние Религии Неоснованных Игроком Основанных Игроком Назначившим Губернатора После Постройки Зданий Дает Кстати Твердление Господа Интересное Апостолы И монахи Войны Подговорили В этом Городе Получают Дополнительное Повышение У них Два Повышения Будет Слушайте Святой Покровитель Интересно Тебе Может Мокшу В этой Игре Попрокачивать Так Куда Идет Варгас Все верно Что мы Тут Строить Будем Блин Мне тут Жалко Вырубать Лес Потому Что Строить Нечего Черт Давайте Требушет Во-первых Ставим Теократию Так Что мы Тут Ну Бонусы Соседства Кампуса Сто Процентов Сюда Наверное Два Влияния Пока Просто Пускай Послы Накапливаются Что у нас Есть Сюда Поставить Городское Планирование Квартал Медина Я бы хотел Красную Блин Совместная Церковь 13 Ну Наверное Надо Либо Ремесленников Все-таки Поставить Строительство Оборонительных Зданий Мародерство Морских Юнтов Ну Без Гаван Нечего Строить Может Тогда На Военные Лагеря Скоро Я В Афинах Военный Лагерь Через Два Хода Правильно Буду Строить Именно Военный Лагерь Дипломат Дипломатическую Службу Пять Ходов Ну Давайте Тогда На Военные Лагеря Ну О Спасибо Ребен Два Заряда Почему Нет А К Ведок Тут Один Ход Откладываем Чтоб Сразу Промышленную Зону Начать Строить Все Остальное Вроде Построено Ускорили Замки Новая Форма Правления Вавилон С Россией Мир Заключил Саладин Инку Объявил Войну Гильгамеш Хамурапи И Петр Великий Хамурапи Что-то Подожди Так А Петр Великий С Гильгамеш Воевал А не С Вавилоном А вот Теперь Он С Вавилоном Воюет Блин Там Канди Ему Сейчас Будет Наваливать За Шиворот Думал Ко мне Лезть Дерьмо Собачье Вза Вздохновение Для Социально Дипломатическая Служба Ой Это Это заключить Союз С кем Нибудь Это Не в этой Игре Явно Это Не в этой Игре Явно Так Что Тут Подъехало Коник Купил У маму Мини Коня Али Заднюю Наги У него Не Ма А Что Замест Наги У него Было Не Ведая Никто Закончилось Плюс 100% К Военных Юнитов Снижено Снижено Хотя Подождите Я Во-первых У меня нету правительственной площади Что мне снижать За веру Тогда Давайте Давайте Снижено За Производство Торговые Пути Пускай К Инку Думаю Ни то Ни другое Не пройдет Что-то Что-то Другое Будет Не Снижено За Производство Отлично И торговые Пути К Японцу Это Мне Не Интересно Вообще Так Мне сейчас Дадут очки За Акрополь Так уж и быть Подожди Не дали Или Я должен Принять Пока Город Слушайте Не дают О Это Интересно Странно Честно Говоря Так Ну и Сколько Тут Ацтеку Осталось Два Хода Как развитие У немца Он Наравне Со мной Ереван Отсюда Хрен Берется Но Ереван Надо Брать То есть Мне надо Как-то Вот Тут Мне надо К немцу Пустить Караван Чтобы Вот тут Дорога Была Там Чеченица У него Очень Тупая Чеченица С одним С одной Клеткой На которую Она действует Ну предположим На две Клетки Она еще Будет Действовать Очень Очень Тупо И военный Лагерь Офигительно Поставлен Против Никого Против Кого Военный Лагерь Поставили А Там Ждем Что С озера Кто-то Выплывет Чтоб Через Горы Вот так Лезть Катакуин Великий Зимбабве Так Вот Теперь Мы тут Строим Промышленную Зону А После Промышленной Зоны Я бы Наверное Сразу Дамбу Ставил Тут Уже Были Разливы У нас Так Давайте Мы тут Не будем Залочивать Так Варгасе Трибушет Ну я бы Еще один Ну вообще Нам надо Два Трибушета Именно Построить Чтобы Ускорить Некоторые Цивики Не Цивики А Вот эту Осадную Тактику Там Две Бомбарды Написано Это Ошибка Не Обращайте Внимания Призрачная Рыба Блин Может Нанять Галеру Вместо Того Чтобы Их Строить Я просто А вот Сейчас Можно Так Надо Откладывать Вообще Картографию А Здесь Давайте Гавань Строить А Блин Жителей Не Хватает Один Ход Ну Один Ход Я Подожду Отложу Здесь Производство Гавань Скорее Сюда Буду Ставить Атаковать Что Ли Давайте Проатакуем Требушет Требушет Наверное Пойдем В сторону Еревана Потихоньку Нам Правда Не требуется Требушет А вдруг Он Построит Стены На авось Видимо Как нам Например Таран Помог Один Заряд Блин Хочется Фермы Построить Но Не хочется Сейчас Тратить Деньги На Выкуп Клеток У нас Есть Что Покупать И Какие Клетки Покупать И Когда Так Так Дорога Все Еще Тут Не Сделано Да Вот Бы Чудо Найти Одно Чудо Всего Найдет Еще По-моему Пять Чудес Должно Быть Как Минимум Акведук Гавань О Дамба А Это Разные Реки Да Это Струма А Здесь Марица Блин Ну Конечно Промышленная Зона Стоит Так Себе Жалко На самом Деле Клетки Конечно Могут Быть Разливы Но Эти Клетки Науку Дают Не Хочу Наверное Дамбу Ставить Не Хочу Дамбу Ставить Строителя Так Тут Откладываем Производство Как я и сказал В Кагуане Монумент Амбар То есть Мне все Акрополь Надо Отдельно Построить Чтобы Засчитала Плюс Четыре Ну Это И К Лучшему Я В принципе И не Хотел Получать Очки То есть Я Хочу Контролировать Опять Он Малиналька Начал Обращать Слушайте Ну Ацтек Не Угомонится Просто Правда Следующим Ходом Он Угомонится Сам По Себе Потому Что Спарта Крутую Промышленную Зону Построила Так Летучий Отряд Помог ему Только Гильгамеш И Сейчас Они Вместе С Вавилоном Воюют Но Исчезновение Ацтека Как У нас Будет Развиваться Дела С нашей Религии Как Мы Будем Обращать Инка И Бразильца Как Мы Будем Атаковать Ереван Все Это Уже В Следующей Серии Ребята Спасибо Что Смотрите Напоминаю Спонсоры Могут Прямо Сейчас Поискать Во вкладке Сообщества Для всех Останых Она Появится Завтра И Пожалуйста Кто Параллельно Со мной Это же Проходит Рассказывайте Как У вас Вот Эти Спасибо Что Досмотрели До Конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И Поделиться Этим Видео Со Своими Друзьями Или В социальных Сетях А Также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные И